Ты написал отличный текст, набросал аккорды поверх него, и теперь не понимаешь, что и как делать дальше. Тогда это видео точно для тебя. Привет, меня зовут Артем, и сегодня мы поговорим об аранжировке. Для меня это самый интересный и самый трудоемкий этап, который может растягиваться от одного дня до целого года. Ну, поехали. Есть одно негласное правило аранжировки. В каждой новой части песни, а лучше даже каждые два или четыре квадрата, в звуковой картине должно что-то меняться. Должны появляться или исчезать какие-либо элементы. Песня должна быть динамичной в плане разнообразия звучания. Слушателю должно быть интересно ее слушать. И именно регулярное изменение звуковой картины и создает этот интерес. А в создании аранжировки вам помогут следующие инструменты. Гитары. Не забывайте, что для большего жира надо записывать две гитары и поместить одну гитару строго вправо, другую строго влево. Либо можете записать четыре или пять гитар. Одна по центру, две справа-слева и две еще более справа и слева. Чтобы ваша гитара была ну прям очень-очень жирной. Соло-гитару вы также можете писать в два трека и панорамировать их в разные уши. Или оставлять дабл-трек по центру. Или вообще записать вторую гитару в гармонию, то есть в интервал, чтобы добавить больше остроты самой партии соло-гитар. Ритм-гитару в куплетах можно делать в единственном экземпляре. Размещая ее в любом месте, где она не будет мешать нашему вокалу. Нужно еще больше жира? Сыграйте на октаву ниже или выше. Используйте маленькие риффы, гитарные вставки для заполнения пустот в вашей аранжировке. Это может быть хоть одна единственная нота, но зато как сыгранная. Но не забывайте, что иногда можно и вовсе убрать гитары из микса на какое-то время. Тем самым высвобождая место для чего-то другого. Если вы забыли прописать дополнительные гитарные партии для своего трека, то вы можете попросить об этом своего звукорежиссера. И если он такой же хороший звукорежиссер, как я, то он сделает крутые, объемные, интересные, дополнительные партии для вашей гитары. Ну а если нет, то обращайтесь ко мне. Все ссылки в описании. Клавишные. Без них в наше время не обходится практически ни одна песня. Пишешь балладу, тебе рояль в руки. Пишешь мощный бит, никуда без пэда. Хочется жирнейшего баса, как у Мьюз. Продублируй бас-партию при помощи мощных синтов. А кстати, Мьюз сами неоднократно говорили, что для большего объема и уникальности звука они дублируют свои гитарные и басовые партии на синтезаторах. Пожалуйста. Нужно больше эпичности? Тогда струнный оркестр спешит на помощь. А если и скрипок мало, то духовые и оркестровая перкуссия непременно исправят ситуацию. Дополнительные вокалы. Дабл-трек вашего вокала сделает его жирнее. А если сделать трипл-трек, то по логике он станет еще жирнее, но не надо. Лучше запишите три вокала и пустите их чуть вправо, чуть влево и один по центру. Тогда ваш голос буквально поглотит слушателя своей красотой, глубиной и, надеюсь, чистотой. Также не забывайте про гармонии. А вот, например, вы знаете, что объединяет Би-2 и Эда Широна? И Лёва, и Эд очень часто поют свои вокальные партии в октаву на протяжении почти всей песни. То есть они поют сперва на низах одну песню, потом то же самое поют уже сверху. Так что подписывайся на канал, если хочешь знать больше о Би-2 и Широне. Как там у них дела? Но октава – это не единственный интервал, в который можно петь. Пойте в терцию, в кварту, в квинту, в дверь, в косяк. Главное – пойте. И добавляйте интервалы там, где это уместно. А для того, чтобы понимать, где это уместно и как петь, слушайте больше музыки. Ищите примеры и повторяйте их на практике. Я в своё время изучал бэк-вокалы и как они строятся исключительно на музыке Red Hot Chili Peppers. Меня очень цепляют и впечатляют бэк-вокалы Джона Фричанте, поэтому я до сих пор периодически обращаюсь к технике и приёмам, которые он использует. Хотите больше саспиенца? Прошепчите в унисон с основным вокалом и пустите шёпот вправо и влево. Нужен хор или толпа? Пропойте одну и ту же партию в разных интервалах, с разной интонацией, около 12 или 40 раз. И вуаля, у вас баптистский хор. Знаю, что он ни разу не баптистский, но мне нравится так говорить. Баптистский хор. Баптистский хор. Баптист... Перкуссия. В качестве перкуссии может быть всё, что угодно. Звук удара по столу, по крышке смартфона, щелчок мышки, звук дождя за окном, для нажатия клавиш на клавиатуре. Всё может быть перкуссией. Но если вы не хотите так извращаться и искать звуки из ниоткуда, как это люблю делать я, можете воспользоваться стандартным набором. Это тамбурины, шейкеры, маракасы, бонги, хлопки, ковбел, грич-эффекты и прочие звуки, которые вы можете использовать как ритм-инструмент. Хорошая перкуссия не только добавит в композицию грува и настроение, но и отлично уплотнит барабанную партию. Эффекты. Самыми очевидными эффектами, без которых не обходится ни один трек, являются дилей, то есть повторение звуков, реверн, имитация пространства, а также фленджер и хорус. Они применяются всегда и везде. Помимо этих эффектов используйте следующий арсенал. Райзы, сапкики, звуки разговора людей, звук сирены, молнии, пешеходный переход, который говорит Заканчивайте переход. Урезание частот для эффекта радиоприемника или телефонного динамика, звук бокалов, вибрации мобильника, пищалка из пятерочки. Все может быть вашим эффектом. Все может быть перкуссией, все может быть эффектом, все может быть песней. Все это работает на украшение вашего произведения. Вот из очевидных примеров есть такой уже западный артист Noise MC, у которого есть песня про взрыв в Чернобыле, где очень классно для ритмики используются щелчки счетчика Гейкера. И вторая его песня, которая начинается с вибрации мобильного телефона, которая в свою очередь перерастает в часть основной композиции. Так что вы вольны творить из чего угодно. Творите. На этом, пожалуй, все. Даже такого скромного ассортимента идей вам должно хватить для осуществления ваших творческих фантазий. Но не забывайте, что все эффекты не должны звучать одновременно. Помните, о чем мы говорили в самом начале видео? Аранжируйте с умом. Главное, чтобы была гармония и интерес. Кстати, об интересе. Если это видео показалось вам интересным и полезным, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А если вы уже сделали крутую аранжировку для своей песни и вам нужно сведение, то обращайтесь. Буду рад помочь. Пока!